Во Вроцлаве прошел день Одры. День открытых дверей с экспонатами 19 века. Выставка с историческими трамваями и автобусами во Вроцлаве. В Польше приняли новые поправки к закону об иностранцах. В Варшаве на протесте медиков покончил жизнью бывший военный. Во Вроцлаве из-за последней погоды отменился марш по поводу смерти Дмитрия Никифоренко. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нифтюрович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! Вроцлавский марш под названием прекратить полицейские убийства не состоялся из-за непогоды и сильного дождя. Митинг провели всего за 20 минут. Участники зачитали письмо, отправленное к президенту Вроцлава Яцеку Сутрику, в котором они сообщили. Мы наблюдаем за действиями полицейских, поведение которых очень агрессивно. Мы просим прекратить финансирование польской полиции как учреждение, предоставляющее опасность для здоровья и жизни жителей нашего города. После чего была минута молчания в памяти погибших. После всех поблагодарили за присутствие и договорились встретиться на следующей неделе. Напоминаем, что на прошлой неделе во Вроцлаве украинцы провели акцию протеста под стенами воевольской полиции из-за смерти Дмитрия Никифоренко. Незаконный мигрант из Беларуси, Украины или России будет немедленно выслан с территории Польши запретом въезда в страны Шенген. Не поможет даже подачи заявки в международной защите. Поправки к закону об иностранцах и акт о предоставлении им защиты приняли всеми в пятницу 17 сентября. Приказ об обязательствах нелегального мигранта покинуть территорию Республики Польши будет выдана командиром поста пограничной службы. Решение также запрещает въезд в Польшу и государство шенгеновского договора сроком от 6 месяцев до 3 лет. Поправка также предусматривает лишение свободы или штраф для несовершеннолетних за уничтожение пограничной инфраструктуры, заборов, знаков, барьеров и т.п. На приказ можно пожаловаться в пограничную службу, но это не остановит его выполнение. Решение Сейма должно быть поддержано Сенатом и подписано президентом страны. В Варшавской больнице в субботу умер человек, который ранее в этот день покалечил себя в протестном городке медиков возле канцелярии премьер-министра. Одна из версий гласит, что мужчина, придя на акцию протеста, поджег петарду и положил ее себе в рот. По неофициальной информации, это был военный на пенсии. Было найдено прощальное письмо. Мужчина написал в нем, что это был его протест против забастовки медиков, которая, по его мнению, является политической. Напоминаем, что протестский городок медиков, так называемый Белый городок, был создан 11 сентября после общенациональной субботней демонстрации медицинских работников. Медики имеют 8 главных требований, среди которых увеличение заработной платы. Во Врослове прошло мероприятие «Клуб любителей городского транспорта», с выставкой, которая была посвящена историческим трамваям и автобусам, а также для желающих была предоставлена экскурсия в исторический зал, где была возможность послушать лекцию и посмотреть презентацию, как и когда был создан первый трамвай. У желающих была возможность не только сфотографироваться в трамвае, но и прокатиться в нем по Врослову, где заранее был составлен маршрут, а у детей тем временем была возможность с организаторами создать своими руками поезда и трамвайчики, а также играть в огромном надувном паровозе. Самым важным из достопримечательностей на выставке был трамвай «Максимум» 1901 года. Вход на мероприятие был бесплатный. 18 сентября Департамент развития города и туризма в очередной раз организовал для жителей Врослова и туристов День Одры. Мероприятие традиционно прошло на бульваре Хавери-Дуниковскего на реке Одра. Благодаря этому событию жители Врослова узнали о Одре не только как о месте отдыха и релаксации, но также как о важном элементе окружающей среды и экономики. Вместе весело провести время – это возможность лучше узнать реку Врослова. А потенциал Одры огромен. Обновленные набережные предоставляют возможности для отдыха и развлечений. В непосредственной близости от реки строятся многие коммерческие объекты и пункты проката оборудования. Также гости могли провести тест ЭКГ с помощью мобильных устройств и принять участие в семинарах по робототехнике. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий в Польше. Всего вам доброго! Увидимся через неделю!